МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Людмила Татарова и Александр Рохленко. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сегодня 29 июня. Обратимся к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 29 июня 1906 года в семье железнодорожника родился Иван Черняховский, будущий советский военачальник. В 1928 году он окончил артиллерийскую школу в Киеве, а в 1936 – военную академию механизации и моторизации. С самого начала Великой Отечественной войны дивизия под командованием Черняховского вела тяжелые оборонительные бои против превосходящих по силам гитлеровских войск на Северо-Западном фронте. В тот период Черняховский проявил себя незаурядным командиром, умело действовавшим в условиях сложной военной обстановки. Он проявил мужество и отвагу, за которые дважды был награжден орденом Красного Знамени. 60-я армия под командованием Черняховского отличилась в Курской битве при форсировании рек Десна и Днепр. За героизм и мужество, проявленные при форсировании Днепра, 306 воинов армии и среди них Черняховский были удостоены звания Герой Советского Союза. С конца 1943 года войска Черняховского сражались за освобождение Украины. В апреле 1944 Черняховский был назначен командующим Западным, а затем Третьим Белорусским фронтом. В ходе белорусской стратегической операции летом 1944 года еще больше проявился полководческий талант Черняховского. Его способность быстро и правильно оценивать обстановку и принимать верные решения. Под его командованием была уничтожена Витебская группировка противника, а затем совместно с Первым и Вторым белорусскими фронтами было завершено окружение более чем 100-тысячной фашистской группировки восточнее Минска. В июле 1944 года войска Третьего Белорусского фронта освободили города Вильнюс и Лида, вышли на реку Неман и форсировали ее. Затем они вошли в Каунас, а вскоре вступили в Восточную Пруссию и Северо-Восточную Польшу. За успешное проведение этих боевых операций Черняховский был награжден второй медалью «Золотая звезда». Во время освобождения Польши Черняховский был смертельно ранен. «Неужели все? Неужели я убит?» произнес Иван Данилович и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти. Черняховского похоронили в Вильнюсе. А в начале 1990-х годов прах героя Великой Отечественной войны Черняховского был перевезен из Литвы и перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 29 июня 1941 года началась оборона Заполярье. Горно-стрелковый корпус Норвегии в составе двух дивизий должен был захватить Мурманск. 36-й немецкий армейский корпус имел задачу овладеть Кандалакшей и перерезать Кировскую железную дорогу. Третий финский армейский корпус должен был выйти Кировской железной дороги в районе Лоухи. Советский Север прикрывали с суши 14-я армия под командованием генерала-лейтенанта Фролова, с моря Северный флот под командованием контр-адмирала Головко. 29 июня 1941 года войска противника начали наступление, нанося главный удар на Мурманском направлении, которое обороняли 14-я и 52-я стрелковые дивизии. На полуостровах Рыбачий и Средний находился 23-й укрепрайон. Наши войска остановили противника на перешейке полуострова Средний. Военные действия в Заполярье возобновились в сентябре 1941 года. Командование армии Норвегия в соответствии с приказом Ставки Вермахта нанесло главный удар на Мурманском направлении. Но и здесь наступление усиленного немецкого горно-стрелкового корпуса провалилось. Северная группа противника, наступавшая на Полярной, за 9 дней смогла продвинуться всего на 4 километра. Южной группе при поддержке авиации удалось к середине сентября перерезать дорогу Титовка-Мурманск и создать угрозу выхода в район Мурманска. 14-я армия частью своих сил при поддержке авиации и артиллерии Северного флота в середине сентября нанесла контрудар и разгромила 3-ю горно-егерскую дивизию. В начале октября военное руководство Германии прекратило попытки захватить Мурманск, полуостров Рыбачий и Кировскую железную дорогу, отложив выполнение задачи на 1942 год. Но осенью 41-го года оно поставило перед войсками армии Норвегия задачу удержать захваченную территорию, обеспечить безопасность области Петсамо с ее никелевыми рудниками от нападения суши, воздуха и моря и провести все подготовительные мероприятия с тем, чтобы в следующем году окончательно овладеть Мурманском, полуостровом Рыбачий и Мурманской железной дорогой. Однако и этим планам противника не суждено было осуществиться. Фронт в Запольяре стабилизировался до октября 1944 года, когда фашистские войска на Крайнем Севере потерпели окончательное поражение. 29 июня 1957 года Вячеслав Молотов, министр иностранных дел СССР, был отстранен от власти. Пленум ЦК КПСС принял решение о выводе из состава президиума ЦК антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича, которые на заседании президиума в середине июня решили сместить с поста первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева. Молотов, как глава внешнеполитического ведомства, принимал значительное участие в дипломатических акциях довоенного периода. В середине ноября 1940 года Молотов прибыл в Германию для переговоров с Гитлером. Во время трехдневного пребывания советской делегации в Берлине состоялись продолжительные беседы с Гитлером и две официальные встречи с Риббентропом. В ходе переговоров сторонам не удалось прийти к компромиссу. Советская сторона не присоединилась к Тройственному союзу, немецкая не согласилась с предлагаемой России схемой раздела сфер влияния в Европе. Советский союз выразил недовольство присутствием германских войск в Румынии и угрозой введения их в Болгарию. В апреле 1941 года был подписан договор о дружбе и ненападении с Югославией за сутки до начала германской агрессии против этой страны. Затем подписан Советско-японский пакт о нейтралитете. После отстранения Молотова от должности, а затем и исключения его из партии в 1962 году его жена добилась приема у Хрущева. В ответ на ее просьбу восстановить мужа в рядах КПСС, Никита Сергеевич показал ей документ с резолюцией Молотова о расстреле жен ответственных работников Украины. Затем спросил, можно ли по ее мнению говорить о восстановлении Молотова в партии или надо привлекать его к суду. Вячеслав Михайлович продолжал вести активный образ жизни, постоянно работал дома или в библиотеке. Мемуары он не писал, но свои взгляды на те или иные события общественной жизни он излагал в записках, которые направлял в ЦК КПСС. Молотов был восстановлен в партии в 1984 году по инициативе редактора журнала «Коммунист» Косолапова. Тогдашний генеральный секретарь ЦК КПСС Черненко лично вручил ему партийный билет. 29 июня 1972 года родилась Саманта Рид Смит американская школьница посол доброй воли США написавшая письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Андропову. «Уважаемый господин Андропов обращалась девочка к главе Советского Союза меня зовут Саманта Смит мне 10 лет поздравляю вас с вашим новым назначением я очень беспокоюсь не начнется ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами вы за войну или нет если вы против пожалуйста скажите как вы собираетесь не допустить войну вы конечно не обязаны отвечать на этот вопрос но я хотела бы знать почему вы хотите завоевать весь мир или по крайней мере нашу страну Господь сотворил землю чтобы мы все вместе могли жить в мире и не воевать искренне ваша Саманта Смит и что интересно генеральный секретарь ответил ей и Саманта с родителями выехали в СССР за две недели пребывания в Советском Союзе это было в июле 1983 года посол доброй воли Саманта посетила Москву Ленинград и главный пионерский лагерь Артек в Крыму хотя тяжело больной Андропов так и не встретился с Самантой они разговаривали по телефону Саманта Смит погибла в авиакатастрофе в 1985 году она с отцом возвращалась домой из Великобритании в плохую видимость на посадке небольшой двухмоторный самолет не попал на взлетно-посадочную полосу рухнув в двухстах метрах от нее никому из восьми пассажиров выжить не удалось Саманте было всего тринадцать лет на этом мы не прощаемся с вами смотрите продолжение нашей программы День веков хронограф до скорой встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok